Бекбалат Леухан уже не депутат. Теперь он назначен первым вице-президентом Всемирной Федерации Этноспорта. Но выходя из Можелиса, ему пришлось отвечать на вопросы журналистов. Надо сказать, что не все вопросы ему понравились. На этой почве между одной из журналисток и экс-депутатом даже случился небольшой скандал. Бекбалат Леухан назвал причину ухода из Можелиса. «Скрывать не буду. По состоянию здоровья», – сказал он. «Хочу немного отдохнуть. Некоторые вещи после 55 дают о себе знать. В связи с этим хочу пройти комплексное лечение», – рассказал экс-депутат. А журналисты спросили его, не уйдет ли он теперь из партии власти. «Я не ухожу из Нур-Отана. Я просто перехожу на другую работу. От политических взглядов я никогда не отказывался. Я не такой человек, чтобы прыгать с места на место. Не был таким и не буду». Следующий вопрос журналистов касался многоженства. Дело в том, что по закону в Казахстане это запрещено. Но поскольку в истории страны полигамия была, и некоторые дамы сами не против этого, то вопрос периодически обсуждается в обществе. Западное издание обращает пристальное внимание на это явление. По их словам, появление второй жены для казахов является признаком высокого социального статуса, как часы роликс. По данным на сайте парламента, экс-депутат Леухан имеет 9 сыновей и 6 дочерей. Он единственный человек, который не скрывает, что у него несколько жен. Когда журналисты начали его расспрашивать, как к этому относятся в партии власти, в которой он состоит, экс-депутат решил прекратить общение и зашел в лифт. На слова журналистки о том, что многоженство в Казахстане запрещено законом, Леухан начал выталкивать ее из лифта. Когда журналистка попыталась зайти в лифт вместе с экс-депутатом, он оттолкнул ее. Далее журналистка Айнур Коскина вызвала в парламент полицию. Дело в том, что, по ее словам, экс-депутат применил силу, когда она попыталась взять у него интервью. Журналистка намерена писать заявление. Она рассказала, что экс-депутат задел ее височную область и также показала сломанный на две части монопод. Сам Леухан покинул журналист еще до прихода полиции. В лифте он попытался вырвать у меня мобильный телефон с штатива. Он сломал мне штатив и рукой очень сильно ударил в область виска, вот сюда. Я не знаю, я была в шоке. Я не могу сейчас сказать точно, но ударил он очень сильно, потому что, ну, можете представлять, если от удара сломался штатив. Боржанжи Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.